Всем привет! И как вы видите, мы снова в дороге. И путь наш не близкий. Едем в Башкирию в горнолыжный тур по трем известным курортам – Абзаково, Мраткино, Банное. От города Камышлова до села Ново-Абзаково мы преодолели 580 километров зимней непростой дороги примерно за 8 часов. Выехали рано утром и к обеду уже были на месте. В честь праздника забронировали не квартиру в Белорецке, а домик в Ново-Абзаково. Обошелся этот симпатичный небольшой дом в 3000 рублей за сутки. Дом нашли по объявлению на Авито. Хозяйка дома встретила и заселила нас. Проблем не возникло. Дом чистый, аккуратный, теплый. Есть все необходимое. Может вместить до 6 человек. Это у нас домик студия. Двухкомнатный. Сгазали новый телевизор, новая плита. Радуйтесь. Заходим в спальню. Ну что, как? Мягко? Мягко. Хорошо. Так, тут что-то сказали. Один раз включишь свет, один раз вентиляция. Да, я заметила. Есть фен, душевая, тазики. Все как надо. От дома до горнолыжного комплекса Абзаково на машине порядка 7 минут. По этим двум причинам именно с этой горнолыжки решили начать свои покатушки. Начнем с того, что мы плохо подготовились в том плане, что не поизучали, как здесь все обустроено. Плюс и минус данного курорта. Поставили машину на ближайшей стоянке и пошли в поисках кассы. А можно было проехать выше, и мы бы увидели кресельный подъемник со своей кассой. Кассу мы нашли в деревянном домике. Ценник на скипасы ни разу не демократичный. Один день 3300, 4 часа 2200 и 2 часа 1700. Разовые подъемы 300 и 200 рублей. Но пока мы не изучили, где и какие подъемники, решили купить карточки на 4 часа. Еще одна ошибка в том, что мы пошли на ближайший бугельный подъемник, поскольку больше никаких подъемников не видели. Это, конечно, не подъемник, а шедевр. Быстрый, надо умудриться схватить тарелочку. Резкий, отчего трудно удержаться на доске. Я дочку отправила с третьей попытки и сама кое-как добралась до верха. Затем мы спустились, поднялись на учебном бугеле, еще отвратительнее предыдущего, бедные ученики. И, свернув от учебки влево, докатили наконец-то до кресельного подъемника. Народу немного. Кресельный подъемник тоже так себе едет на склон. Долго. И обязательное встегивание доски. Как впечатление от трассы? Это же хорошая трасса. Трасса-то нормальная. Ну, а что? Кресельный подъемник тоже отлично. Как ты водил, растет ноги. Тарелочки тоже не очень тебя подошли. Мы спустились по трассе номер один несколько раз. Заявлено как синее. Качество трассы после обеда, конечно, не идеальное. Местами попадался раскатанный лед. И выезд также через учебку. И вниз почти по положнику. Сделав пару спусков, становится скучно. Пошли искать другие трассы. Ну и соблазнились трассой номер десять. Она протяженная, зеленая, через лесок до самого дома отдыха, где также действует кресельный подъемник. Трасса оказалась, ну, очень зеленой и очень пологой. И мы подъехали, увы, уже к закрытому подъемнику. Он, оказывается, закрывается на час раньше основного. От этого дома отдыха до ГЛК Абзакова почти три километра. Представляете? А у нас остался один катальный час. Вначале пошли пешком, в надежде, что рядом. Но в итоге поймали такси. И за 250 рублей доехали до бугельного подъемника. И успели катнуть еще пару раз. На следующий день поехали испытывать горнолыжный комплекс Мраткино. От нашего дома порядка 30 километров. Выехали пораньше, чтобы успеть к открытию и изучить схемы трасс. Заехали на парковку. Парковка для автомобилей маленькая. Заполняется быстро. Основная масса отдыхающих оставляет машины на обочине по обе стороны дороги. Скипасы есть по времени и по подъемам. На февральские праздники 25 подъемов стоили 2600. За один подъем выходило 104 рубля. И мы решили взять две карточки на трех на два дня. В среднем на день вышло по 8-9 подъемов на человека. И ты не привязан ко времени. На кресельном подъемнике поднялись к началу синей трассы южного склона. По ней мы и сделали пару спусков для разминки, пока ее не раскатали. Комфортная широкая трасса. Нам понравилось. Вот только катающихся на ней стало прибавляться. На южном склоне, кроме синей, есть еще три красных трассы. И с этого подъемника до них приходилось добираться пешком. Переход практически весь пологий. А бугель до них не работал. Но зато какие-то шикарные трассы. Очень хорошо и профессионально подготовлены. Катить одно удовольствие. Ближайшая трасса от подъемника Ю-3 протяженностью 900 метров. Не успел толком насладиться, как ты уже спустился. Внизу на юге есть два кафе. При этом одно совмещено с прокатом. Кто-то ест, а кто-то тут же одевается, раздевается. Цены курортные, но кормят вкусно. Ближе к обеду количество желающих покататься увеличивается. Увеличивается и очередь на подъемник. Сказываются праздничные дни. На этой очереди мы и завершили первый катальный день. По дороге домой заехали по туристическому указателю Синей Скалы. Далеко на машине зимой не проехать. Можно увязнуть. И пошли мы куда-то в лес по заметенной тропе. Вечерело, как бы успеть вернуться обратно. Либо ветер был сильный и тропу быстро заметало. Либо желающих на эти Синей Скалы в такую погоду было мало. Потому что тропку еле видно. И мы практически снова ее растаптывали. Но мы упорны и все же дошли до одной из обзорных площадок. Полюбовались открывшимися видами на заснеженные горы и пошли обратно. С горки спускаться – это вам не в горку. Всегда быстрее и веселее. Энергии совсем не потрачено. Сейчас через дорогу в другую гору пойдем. На следующий день с самого утра светило яркое солнце и манило на склон. Очереди на креселку практически не было. Зато было хорошее настроение и вельвет на южных трассах. Мы решили не останавливаться и испробовать все красные трассы на этом склоне. А это трассы Ю1 и Ю2. И они были почти не раскатаны. Их протяженность – 1000 метров. Трассы окружены густым лесом. И благодаря ему и окружающим горам снег не выдувается. Мягкий и приятный для катания. Без ледяных проплешин. Трассы – каждая со своим характером. Но нам очень понравились. Играет музыка. фрирайдить особо негде сосны растут очень плотно но пару мест имеется или мы их найдем сами если посмотреть на схему это бывшая черная трасса на северном склоне правее подъемника сейчас она заросла мелко чем между которого ты маневрируешь или периодически барахтаешься в как я в целом ребятушки это конечно же на любителя ребенок с нами не лезет за такими приключениями а нам видимо маловато адреналина на трассах надо туда уходить надо сюда уходить и 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 Немного о северном склоне, кроме фрирайда. Здесь отдельный подъемник. Очереди чуть меньше, чем на южном склоне. И людей поменьше. Этот склон с утра в тени. И он покруче. Трасса С1 красная, протяженностью 1485 метров. Но ее рельеф более интересный. За два дня катания на ней было более ветрено. Но как только увеличивались очереди на юге, интерес к северным трассам тоже рос, несмотря на обжигающий встречный ветер. А вот виды с вершины на север открываются более крутые. Красивый пейзаж на речку внизу, лес и горы, ощущение простора. Искотав все 50 подъемов, мы перекусили вкусным пловом на улице, приготовленным поварами из кафе-юрта. Уж очень ароматно он нас манил. Проезжая мимо точек с гигантскими квадроциклами и снегоходами, мы тоже загорелись такой прогулкой. Так просто, еще и не попадешь на такую прогулку. Записались на 3 часа дня. Вездеход огромный. Мы поместились в нем втроем и отправились на часовую поездку по окрестностям Абзакова за 3000 рублей. Мы самостоятельно им управляли и только сопровождающий впереди показывал нам путь. Дорога уже накатана. Идет вдоль дороги по полю, затем сворачивает в лес, через детский лагерь советских времен, снова по лесу и выходит на поляну, окруженную холмами и лесом. Тут можно поэкстремальничать от души, погонять вдоволь, пофотографироваться. Наше время быстро подошло к концу. Получив заряд адреналина и порцию удовольствия, мы вернулись домой. Баннэ. Этот комплекс мы посетили в последний день нашей поездки. На него было выделено полдня. Иди садись на трон. Раз, два, три, пошел. К сожалению, комплекс открыли чуть позже, чем мы планировали, из-за сильного ветра. Говорят, это обычное явление на Баннэ. В этот день праздновали Масленицу, а мы, прикупив несколько подъемов, поскорее пошли загружаться в гондолы. По такому ветру в них, конечно же, комфортнее, чем в креселках. Спору нет. На высоте 942 метра расположился ресторан Горное ущелье. Классное место, где мы и перекусили блинчиками. Масленица все же. Виды с вершины просто сумасшедшие. Очень красивый вид на озеро Баннэ. Доступно было всего две красные трассы. Вначале мы скатились по первой трассе длиной 2450 метров, а затем по трассе 3 длиной 2300 метров. Ну и на этом, пожалуй, все. Все хорошо, что хорошо заканчивается. Впереди долгая и утомительная дорога. Не быстро, но мы добрались домой. И теперь с улыбкой будем вспоминать это приключение. Субтитры создавал DimaTorzok